Восьмилетний Матвей, юный житель станицы Должанская, разглядывает свой велосипед, оценивает, сможет ли теперь кататься по сельским дорогам или его железный конь заржавеет. Но больше он жалеет домашних животных. Коицы все сдохли, один кролик остался. Среди пострадавших ветераны труда, инвалиды, в некоторых семьях дети от 4 до 12 лет. Необходимо было оказать не только физическую, но и психологическую помощь. У сочинцев есть опыт работы в таких условиях. Добровольцы в 2012-м помогали крымчанам. Здесь, за сочинским штабом, закреплено три улицы Должанской. Жители признаются, самим было бы гораздо сложнее. Они очень много вывезли того, чего у нас здесь потонуло, разрушило, ремонтировали крышу нам. Много, в общем, сделали. Мы им очень благодарны. Дело в том, что у меня до сих пор все в воде, еще работы полно, очень много. Ребята ответственные, что попросишь, они мне, ну буквально, и мебель выносили, спасали все, что могли, каждую мелочь. Аккуратно и таки выгребали, все как для себя делали. Кроме восстановительных работ, сочинцы помогают людям и в получении компенсации, а также оценивают состояние жилища. Из 12 домов один признан аварийным и не подлежащим ремонту. На район пострадал, где-то уровень воды был от полуметра до метра. Ну, в основном это нанесло ил. Это созвало большие проблемы. Сегодня на смену одной группе сочинцев прибыла другая уже под руководством заместителя главы города Евгения Горлова. В течение недели мы должны почистить именно береговую полосу, то есть организовать работу. Соответственно, значит, уже задачи были поставлены всем. Все учреждения уже приезжают сюда, людей отправляют уже по второму разу. То есть дисциплина железная. По просьбе главы города в служебные командировки были отправлены представители управления администрации города и районных администраций на 7 дней. Со своими подшефными сельчанами сочинцы будут находиться до тех пор, пока все проблемы на месте не будут решены. Елена Всец, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.